Модернизация семейства Audi A4 оказалась глубокой, но главная тема изменений – это внешность. Подчиненные нового шеф-дизайнера Марка Лихта перерисовали почти все кузовные панели, оставив нетронутыми только капот, крышу и крышку багажника. Нам нужно было встроить A4 в новую эру дизайна Audi, которую открыл концепт Car ProLock. Поэтому решетку радиатора мы сделали ниже и шире, благодаря чему машина выглядит намного спортивнее и престижнее. В базовой комплектации фары светодиодные, а за доплату предлагают матричную оптику. Оформление радиаторных решеток зависит от версии. У обычных седанов и универсалов прорези горизонтальные, у вседорожных A4 Allroad украшены вертикальными планками, а у спортивных S4 – пчелиные соты и прорезь воздухозаборника перед кромкой капота. Главное изменение в салоне – интерфейс MMI следующего поколения с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Функционал можно расширять по мере эксплуатации автомобиля, докупая новые возможности. В Ингольштадте и Зальцбурге Ауди умеет общаться с городской инфраструктурой, подсказывая скорость для движения по зеленой волне светофоров. Позже подключат Штутгарт и Гамбург, на очереди Лондон, Мадрид и другие города Европы. Двигатели и шасси в целом прежние, но 6 из 8 версий дополнены 12-вольтовым стартер-генератором. Двухлитровый бензиновый турбомотор развивает 150, 190 или 245 л.с. Дизели пока два, 2-литровый на 190 сил и 3-литровый V6 на 231 силу. Позже будут и менее мощные варианты. Механическая коробка осталась только у 150-сильной бензиновой машины. Дизель V6 комплектует 8-ступенчатым автоматом, а остальным версиям положен 7-ступенчатый робот. В Европе обновленные семейства выйдут на рынок осенью. Начальная цена 35 900 евро. Редактор субтитров А.Семкин